В Ташкенте с 1 июня по 1 июля различными ответственными организациями проводятся комплексные профилактические мероприятия под названием «Актуальные 30 дней». В течение месяца будут усилены меры по обеспечению общественного порядка. В частности, в Челанзарском районе столицы сотрудниками патрульно-постовой службы была спасена жизнь гражданина и предотвращено распространение наркотических веществ. А именно, гражданин, увидев сотрудников ППС, с целью скрытия преступления пытался проглотить закладки, но сотрудники успели ему помешать, чем спасли жизнь данному гражданину. В Челанзарском районе в Махале-Ал-Харазми во время несения службы примерно в 22.35 ночи мы увидели подозрительного человека. С целью установления личности гражданина мы направились в его сторону. Увидев нас, гражданин в спешке стал заглатывать какие-то святки. Я увидел объявление о работе, и мне нужны были деньги. Я им написал, спросил про работу. Они мне скинули пару фото, я пошел, взял то, что было указано. Там было 10 закладок. Потом должен был спрятать их где-нибудь на свое усмотрение. Когда увидел сотрудников, я испугался, и все, что было, затем засунул в рот. Спасибо сотрудникам органов внутренних дел за то, что спасли мне жизнь. Я сейчас понимаю, что если бы проглотил все содержимое, то, возможно, бы умер от этого. Спасибо, что не дали мне этого сделать. Я очень сожалею о своем поступке и о том, что вообще начал этим заниматься. Экспертиза показала, что изъятые у гражданина закладки являются героином, общая масса которого составила 4,81 грамма. В настоящее время в отношении подозреваемого по имени Билол возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан подозреваемому избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. Согласно части 5 ст. 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, за данное преступление может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы. Уважаемые родители, Главное управление внутренних дел города Ташкента просит вас быть внимательнее к увлечению ваших детей и уделять им больше внимания.